Не так много времени остается до празднования Дня Победы. Особую ценность для всех нас имеют воспоминания, связанные с Великой Отечественной войной. Мы в нашем репортаже уже рассказывали о бывшей малолетней узнице, которая, побывав в фашистских застенках, выжила в нечеловеческих условиях. Еще один житель станицы Анастасиевской, чьей детство было опалено огнем военного лихолетия, поделился с нами своими воспоминаниями о том тяжелом времени. Сергей Константинович Немыкин прожил большую жизнь, в которой есть все, что и у других его земляков. Постоянная напряженная работа, домашнее хозяйство, хорошая семья, дети, внуки и правнуки, добрые друзья. Он вместе со всей страной жил, принимая близко к сердцу все, чем одарила его судьба. И есть в книге его жизни страницы, о которых и хотелось бы забыть, да никак не забывается. Речь идет о фашистской оккупации. В доме его семьи остановились немецкие офицеры, выселив маму с детьми в отдельное небольшое помещение. И вот однажды Сергей в присутствии офицера неловко упустил своего младшего брата, за что жестоко поплатился. Тут вскакивает немец, выхвачивает пистолет и мне в упор. А мать как раз донесла до окна воду, как закричит, и вверх пошла пуля. Значит, он меня схватил, уши, я думал, что он оторвает. Как он меня бил, сапогами, да? Это неманесимо. Для того, чтобы легче было прокормить детей, мама решила отвезти двоих сыновей, Сергея и его старшего брата, с Кубани в Орловскую область, к их бабушке. Поезд до места не доехал, а они пошли пешком. И по дороге мальчиков захватили немцы, чтобы увезти в Германию. Поезд был обстрелян. А ночью, как начали бомбить самолеты, разбомбили это все. И собаки замолкли, и немцы не стали кричать это все. И наши вагоны повертались, кровь бежит это все, детей погибло много. А мы так с братом в углу сидели, а братка манераном, скажем, в ногу. Я говорю, братуха, уже темнее, что мы будем делать? Пойдем туда, где живи, а он говорит, нет. А оно в лесу. И мы, значит, он старшенький, он 34-го года, он старшенький, он манер взял, и мы, значит, где пробежемо, где проползком и в лес. Ребята решили пробираться назад в родную станицу, и эта дорога домой была очень долгой и трудной. И шли мы долго. Мы шли, наверное, с год. В общем, мы попали уже сюда, в Славинскую, за протоку, да. Значит, мы шли, одна бабка нам это, значит, в лесу. Старенькая, старенькая такая, приютила нас зимою. Приютила это, накормила нас все это. А зимой мы пробыли там. А это, налетого накормила, ну, сынки. Потому что, может, немцы, как тут все будет-то. И мы, значит, пошли опять. Три четверти века назад анастасиевские мальчики шли пешком через страну, по которой огненным валом прокатилась самая страшная в истории человечества война. И они дошли домой, выстояли, сумев сохранить в своем сердце веру в человеческую доброту и любовь к Кубани, своей малой родине. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.